Увидеть звезды в последний раз. Мурманский цифровой планетарий или сферический кинотеатр прекратит свое существование. День российской космонавтики, 12 апреля, последний рабочий день. Единственный в Заполярье планетарий создан по новой японской технологии и предназначен большей частью для познавательных программ, которые подходят и дошкольникам, и школьникам разных возрастов. Почему предприниматели решили закрыть проект? Наши корреспонденты подробнее. Бизнес-идею предпринимателя Марии Свиридовой по достоинству оценили в мэрии. Она выиграла городской конкурс КПД в 2013 и получила грант в 200 тысяч. Добавив львиную долю своих средств, закупила уникальное оборудование. Долгое время искала площадку под купол. За бюджетные деньги полностью отчиталась. Мы за них отчитались, мы их никуда не дели. Они реализованы абсолютно честно. Мы пустили эту сумму, добавили много суммы, большую, и купили оборудование. В итоге, конечно же, мы не обманули нигде абсолютно. То есть очень много просто сторонних, внешних причин, которые мы не смогли предугадать. Все места хорошие, а видно отовсюду очень хорошо. Не переживайте. Аренда помещения, закупка программ, зарплаты, основные статьи расходов. Кризис и курсы валют внесли свою лепту. Видеоконтент для свирического купола закупается в основном за границей. В России делать такие программы пока еще не умеют. Если бы не кризис, планетарий смог бы выжить. Мы не смогли выкарабкаться. То есть мы прошлое лето прожили лишь благодаря займам. Но в этом году мы даже займ не можем взять. Почему? Потому что банки дают кредиты от 30%. То есть это замкнутый круг. Но больше всего трат на аренду. Предприниматели, кому принадлежит этаж, где находится планетарий, повысили ставку. То, что это уникальный образовательный проект для учащихся, в расчет не берут. Ничем помочь Марии не могут ни в правительстве, ни в мэрии. Чтобы не допустить банкротства, планетарий приходится закрывать. Он просуществовал почти год. Ничего подобного больше в Мурманской области нет и, скорее всего, уже не будет.